здравствуйте друзья мы на передаче честная песня я ее ведущий михаил грубов в гостях у меня сегодня поэт композитор в общем-то автор и автор и исполнитель владимир стольный мы знакомы тысячи лет володь спасибо ты что приехал сегодня здравствуйте все вот и тебе спасибо что пригласил да кто как бы не знаком с творчеством сейчас будем знакомить и знакомиться вот володь давай мы значит ты в к в кантемировке родился там воронежская область есть такой вот значит из глубиночки так скажем из глубинки вот поэт поэт кстати это как бы не не слова сочетания владимир столь на поэт а это просто поэт потому что володя поэт это я просто его принимаю как поэта именно как поэт а потом поймете наши стихи у него замечательные эти эти не хвалю это так и есть вот поэтому прими как должное вот родился ты у нас семье педагогов я просто сам правил поэтому чтобы нам не жевать вот это все семье педагогов у тебя папа учитель географии маму тебя по-английскому английский выучил разговариваешь по-английски так скажем когда ты разговаривал вот и как бы ну школа школа у тебя ты у нас золотой медалист до окончил школу золотой медалью прям хочется с тобой на выговорить ну ладно потерпи на ты будем вот стихи у тебя значит со школы начал писать стихи с какого класса и вообще как ты почувствовал что ты можешь заниматься этим вообще делал ты знаешь мишка наверное писать ты начал потому что что-то в художественной самодеятельности делали и нужно было что-то переделывать то есть это наверное были даже не стихи какие-то переделки изначально вот а уже как стихи наверное более серьезные как песенные это наверное все-таки с первого курса института потому что тогда уже писала что-то свое да уже заточенная под песню поэтому а в школе ну старшие классы я так понимаю что какие-то первые появились но это такое что-то было детское еще общем не серьезная конечно но вот уже у тебя же это потом ты первый мед окончил до 1 медицинский то есть там ты уже начал как бы писать да там получается что она про ленте наверно еще с гитары подруга конечно да да естественно получается параллельно подружился с гитарой в первом медиа всегда были такие институтские фестивали как весна на пироговке и гости на суворовском естественно туда нужно было приходить с чем-то выступать какие-то номера свои предлагать вот появилась такая возможность писались песни была гитара хотелось девчонкам нравится ну собственно говоря оттуда на все и пошло и в общем начал ты творить скажем тогда но творять я еще забыл сказать что стольная это на самом деле настоящая фамилия я дар кстати тоже был думал что это у тебя псевдоним стольный оказывается у тебя настоящая фамилия настоящая дед был стольный отец был стольный да 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 то есть у нас прямо это владимир стольный вот но звучащая фамилия эти хочу сказать и ты кстати объясняла что это в древности или где-то там стариной это как бы ответственность за стол еще что-то я почему-то подразумевал что это стольный это какой-то сотник за сотню каких-то да это был воинов наверно мне так больше нравится по-кранимири чем за столом это казачья фамилия старинная казачья фамилия поэтому вот и у тебя дед он участник великой войны оба причем да и ты нашел кстати его захоронение уже сам нашел уже спустя много лет он пропал без вести и собственно говоря мы занимались поисками через всякие архивы и в итоге нашли в калужской области братскую могилу с документами он умер от ран там в госпитале и был похоронен вот этой братской могиле в калужской области ну здорово у тебя интересный так в общем то все хорошо но и давай вы все-таки начнем я вернусь в детство да вот я все-таки интересно в школе ты золотой медалист но ты как там ботаник был вот золотой медалист или все-таки нет мышь ты знаешь я принципе хулиганом никогда не был и ботаником никогда не был то есть мне как-то легко давалось обучение и я не сидел там за книжками скажем не карпел вроде прочитал один раз и все я знаю но естественно учительский сынок это некая такая печать то есть нельзя было плохо учиться потому что тогда при выражался танки преподавали то конечно конечно они у меня не преподавали но учился в этой же школе и получается что условно если я там буду косячить косячить да то им в первую очередь прилетит скажет что то ваш сынок тут к сынули накосячил вот присмотром конечно и получается это было стыдно то есть я не имел права подставить родителей эти тоже под присмотром а это некая такая ответственность мы же в общем-то жили в советском союзе и тогда вот эта ответственность она была очень важная то есть там комсомольская организация там вся вот эта вот хрень и получается что ты перед всеми должен быть как бы во первых ты на виду и во вторых если ты учительский сын тут отвечаешь не только за себя еще из родителей фактически досталось тебе короче ну да я считаю туда на золотая медаль не по блату там случайно не золотая медаль не по блату там сложно это сделать по блату на самом деле всегда было да невозможно просто а потом видишь как если бы золотая медаль допустим даже условно говоря было бы где-то по блату потом с ней нужно ехать в москву и поступать в институт и если бы я не поступил вот этом сказали а у столь но эта медаль по блату золотая я поступил в институт с первого экзамена я сдавал один экзамен я сдал его на пятерку и за один экзамен я поступил в первый нет московский поэтому как бы я подтвердил эту медаль что она настоящий но молодец согласен принимается хорошо теперь значит это по детству мы с тобой прошлись значит в институте вот то что начал писать да вот были у тебя вот эти вот там всякие поездки на картошку там вот это конечно 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 вот вот эти стройотряды как у всех-то но расскажи немножко поездка на картошку это на самом деле такое приключение когда ты с одной стороны не дома то есть у тебя есть возможность на условно говоря там минуты в москву уехал тоже для дома ты уже не дома да ты не дома не ты не учишься ты не в институте и в то же время вы все собраны там скажем студенты примерно одного возраста примерно одного там мозгового какого-то состояния в неком одном месте это возможно с кем-то познакомиться это возможность пообщаться с девчонками с каким-то там поухаживать при ухлестнуть это возможности там ты с утра не знаю картошку покопал после обеда вы свободны и собственно говоря там это и да и та же гитара это и те же какие-то там прогулки и вот это дело иногда даже то что почему нет это опять же был советский союз и собственно говоря вино в магазине всегда продавалась по ныря к чему то есть это воспоминание приятно конечно конечно это что сейчас же как подавали в трудовые лагеря блюда отправляли в лагеря нет это приятные воспоминания более того я был хитрый и собственно говоря когда поначалу приехав на картошку все говорят ребята надо допустим два человека кто будет работать на кухне ну помогать там грузить подавать и так далее повара то есть им нужны помощники никто не хочет потому что за картошку за то что там копаешь собираешь мешки там деньги платят а на кухне как бы зарплата она меньше условно говоря и вроде как никто не хочет а мы спас пацаном давай мы пойдем да окей и вот мы соответственно эти целый месяц при кухне то есть там при печенье при конфетах при всем остальном и без тяжелых мешков что самое главное и в итоге когда начали делить зарплату получил еще на кухне зарплату в чуть ли не в два раза больше чем те кто работали в поле по итогу ну столь на это же жучила я не ожидал да что будет так но вот так вышло значит это володь давай мы сейчас сначала еще с тобой послушаем песню потом послушаем и посмотрим потом дальше пойдем вот сейчас слушаем смотрим владимир стольный заветные слова слушаем смотрим поехали уходят дни летя года бывает трудно иногда упав подняться на ноги опять один секрет открою вам прислушайтесь простым словам что вам хочу сегодня пожелать счастья здоровья веры надежды мирного неба и добрых вестей радости в жизни снов без мятежных вечной любви и надежных друзей когда вдали родной порог когда усталость валит с ног на сердце груз и кругом голова забрал тепло своей души собрал тепло своей души ты вновь кому нибудь скажи волшебные волшебные заветные слова счастья здоровья веры надежды мирного неба и добрых вестей радости в жизни снов без мятежных вечной любви и надежных друзей возвращаемся в студии продолжаем наш разговор значит все с картошкой мы разобрались ты оксидатом пригрелся все хорошо там тебе все хорошо ты отбатрачил там стихи смотри у тебя значит золотое перо россии руси ой бы прости золотое перо руси есть одно такое даже громкое звание что это это некие некое звание которое ежегодно присуждается нескольким там поэтому за какие-то ну скажем зовем за значимый вклад в русскую поэзию ну я член союза писателей россии начнем с того что то есть как официального вот этого органа а это золотое перо руси я получил за одно из стихотворений которое лежит на всех собачьих сайтах россии в разделе мост радуги там где речь идет о мертвых собак ну фотографии мертвых собак то есть условном есть сайт овчары чей право про собак у тебя стихотворение эти собака про собак вот за не за вот за это стихотворение мне и дали в свое время золотое перо руси вот пожалуйста процитирую если собачий век не долг жаль но одному я рад не скрою собаки попадают в рай так уготована судьбою там предстоит хозяев ждать ни день ни два бывает годы и как беднягам не устать от этой призрачной свободы в районе зимних холодов и жарко тоже не бывает в достатке пища теплый кровь никто на хвост не наступает там вековых деревьев тень но пропустить никак нельзя им тот самый долгожданный день когда вернется к ним хозяин и с ним не будет поводка команд прививок бестолковых ах если обнял слегка ах если в морду чмокнул снова шершавым языком опять лицам знакомого коснуться они нас ждут и будут ждать обязательно дождутся браво вот я этим причем предка я всегда прошу тебе его рассказать но у тебя не только эту тебя много очень вот вот за это стихотворение я как раз получил золотое перо руси просто она разошлось вот по всем вот этим собачьим сайтам и очень-очень много публикаций может быть поэтому получилось какое-то такое массовое стихотворение его почему-то все признали и вот положили на вот этот у нас в на всех своих собачьих сайтах на мост радость супер вообще вот но ты вообще активно занимаешься сейчас но не сейчас а вообще ты там занимаешься фестивалями во первых да вот и участвующий проводишь и жюри сидишь вот значит первый фестиваль то какой-то проводил когда если помнишь да давай начнем сначала не ты знаешь из значимых наверное все таки мы радио столица тот который вот потому что там если до этого что-то и было это такое несерьезненькое вот проводили мы его первый раз я так полагаю что лет наверное 10 назад потому что уже семь или восемь фестивалей проведено вот этих радио столица фестиваль был это фестиваль песни то есть приезжают люди которые пишут свои авторские песни и показывают их и собственно говоря это возможность познакомить с каким-то творчеством познакомиться с новыми именами вот в жанре условно говоря это шансон это эстрада это авторская песня то есть мы принципе не делили на какие-то вот компан на поджанры в любом случае эта песня такая жанровая авторская за это время прошло через фестивали порядка наверное 200 человек через эту радио столица и принципе многие из сейчас известных людей я считаю что наверное как путевка в жизнь может быть это была дана какой-то такой толчковый момент был в том числе от фестиваля то есть есть ли это ну да да то есть я я считаю что были достойные очень участники вот и получается что я там скажем даль дальше слежу зачастую за их творчеством потому что интересно а вот ты генеральный продюсер страна шансона я это это некий проект который это тоже шансонный проект скажем это частично издательский проект потому что мы под этим лейблом издавали сборники музыкальные получается если радио столица это фестиваль и потоковое радио то страна шансонья это mp3 альбомы мы выпускали эти альбомы собственно говоря тоже новые авторы возможность было сделать тиражи и общем-то куда-то это дело распихать по тем временам когда то сейчас то в общем то уже это никому не нужно все в цифру перешло в интернет а там 10-15 лет назад этим патришки они в общем-то были достаточно востребованы то есть какие-то дальнобойщики слушали не знаю шоферы еще кто-то там а продавались они на развалах собственно говоря поэтому это была такой канал популяризации наверное для авторов а потом ты знаешь сам ты сам музыкант было очень ну достаточно проблематично влезть в какую-то издающую компанию то есть там если нас с тобой еще где-то брали то многих людей не брали вообще никуда и получается что проще было наверное самому себе устроить эту издающую компанию для того чтобы в том числе и себя издавать прошу сейчас канале начинаешь ходить по каким-то там ну кланяться дяди большому а дядя говорит о не там не так не дал позиции да а это сегодня вот на сегодняшний день у тебя проекта какие на сегодняшний день у меня основной сейчас наверное проект это книга которая называется антология русского шансона и городского романса это живая песня вот вышел буквально сегодня мне пришел тираж пятого тома получается четыре тома уже выпустил 55 уже пришел на вот этот 5 а ты по 4 уже вышли уже вышли 4 5 то есть я вот сегодня уезжал на съемку сюда и мне звонит условно транспортная компания мы вам сегодня привезем его расставлять этому консьержа условно говоря там часть тиража которую но это проект у тебя как было это 5 тонда большая боли это хорошая книга она подарочном издании в хорошей с хорошей бумагой с хорошей обложкой в твердой обложке ну там у тебя что идет биография артиста там идет биография артиста фотографии артиста и несколько песен там 68 как текстов песен на такой формат песенника имеет фактически эта книга ну ты же был какой-то из книг мне кажется но был как бы не в первом да как бы не в первом тубе нет но эту тебя литературный проект а по поводу музыки что по поводу музыки ты имеешь ввиду моей и ваше конечно ты же все как-то очень вяло текущие то есть песни наш как у меня выпущено 5 альбомов какой-то момент когда опять любом выпустил начинаешь думать а нужен мне 6 наверное нет то есть во всяком случае пока не нужен я не знаю куда его деть вот и что и поэтому какие-то песни появляются но сложить из них альбом пока не пробовал они появляются время от времени там условно раз какой-то период промежуток времени записываешь новую песню вот но наверное сейчас то ли время может быть не то то ли настроение не то потому что хочется результата хочется чтобы песня допустим где-то появилась я понимаю что записать я могу еще то есть материал это много не записанного а скажем жизнь вариантов для продвижения я не вижу если если честно каких-то таких вот реально это кстати бьет по рукам здорово да это не востребованность потому что и я вот хотел просто как бы твое состояние с вами сравнить вот не пишется понимаешь не пишется она же не знаю зачем то есть вот к ней нет мотивации может быть вот это вот пандемия и отсутствие концертов как-то подрубила потому что получается два года сидели и какие-то выступления не неактивные были может быть знаешь вот это опять же какое-то присыщение рынка то есть я захожу в интернет условно говоря и понимаю что там столько музыкального мусора столько сейчас стало так просто то есть раньше давай вспомним записаться в хорошей студии это было достаточно сложно то ее нужно было там найти это стоило каких-то денег нужно чтобы тебя там кому с хорошо музыканты прописали и ты получал в результате такой качественный продукт вот сейчас это настолько удешевилась вся ситуация то есть появились какие-то там сэмплы запростяцкие народ начал выдавать на гора вот эту шнягу всякую и получается что я понимаю что вот в этой горе музыкального мусора даже если я что-то запишу она просто затеряется его даже никто не увидит столько этого выходит что в общем ну какой смысл еще одну кинуть песню в эту вот топку в эту в эту топку да ну опять же это же каждая песня это же тоже часть твоей души ты же вкладываешь в нее сердце и наверное жаль стала вот эти силы отдавать вот так на вы хорошо слушаем смотрим песню потом продолжим значит нарисуйте мне владимир столь на и слушаем смотрим поехали нарисуйте мне день нарисуйте мне ночь нарисуйте мне лунную радугу нарисуйте преграды чтоб их превозвочь нарисуйте печали и радости нарисуйте собаку квартире моей нарисуйте на стенке распятие нарисуйте знакомые лица друзей их глаза и тепло их объятий нарисуйте мне волю вольную нарисуйте мне степь раздольную нарисуйте мне нарисуйте мне солнца луч в окне нарисуйте мне даль заветную нарисуйте мне счастье светлое нарисуйте мне нарисуйте мне нарисуйте мне нарисуйте мне Продолжаем разговор. В гостях у нас Владимир Стольный. Вот. Понял я, что идет депрессуха у тебя какая-то определенная. Ну, наверное, я бы не сказал, что депрессуха. Я бы сказал, что переосмысление какое-то, Миша. Ну, оно знакомо. И с возрастом немножко относишься по-другому. Уже все эти карусели, во-первых, сборные, утопляют и прочее. Да, неинтересно. Да, вот. Поэтому я тут вообще соглашусь. А потом же опять понимаешь, допустим, ты в жанре давно, я в жанре давно. И люди, которые раньше нас слушали, те зрители, которые были, часть их была просто привлечена модой к шансону. Шансон был модный. Было модно слушать шансон. И вот эта часть слушателей, она попадала там, условно говоря, в этот пакет зрителей. И вроде как был спрос. Потом эти люди отошли и слушают только вот верные, реальные поклонники жанра. А остальные, они как бы расползлись, разбежались. То есть это стало уже не модно, и люди не слушают. И получается, что в какой-то момент, вот лично я столкнулся с тем, что я понимаю, что у нас артистов чуть ли не больше, чем тех людей, которым это вообще нужно. Ну, нет, не соглашусь, потому что, Володь, но есть сегодня то, кто, мы с тобой даже знаем, кто, кто реально собирает залы. Да, конечно. Реально собирает залы, как бы, и, в общем-то, они двигаются, двигаются, двигаются. Поэтому здесь уж прямо совсем жанр. Нет, конечно, нет. Есть ребята, которые успешные, которые талантливые. Они, наверное, попали в какую-то струю удачную. И, наверное, талант, естественно, был красивый. Поэтому они собирают залы. Это я, правда, даже перечислять не буду, мы все их знаем. Вот, поэтому он нет, он, зритель есть, как бы просто до кого-то достучались, до кого-то не достучались, тоже надо понимать это. Ну, и опять же, я понимаю, что какая-то экономическая обстановка, может быть, по зрителю ударила, потому что люди тоже начинают прижиматься, посещение концерта в целом упало. Опять же, все это уходит в интернет, в цифру, и получается, что люди могут это совершенно спокойно скачать, себе слушать и, по большому счету, тратить деньги на билеты зачастую просто экономят. Вот, а ты смотри, ты после института медицинского, ты по специальности работал? Я работал по специальности, да. Ну, опера, у меня было распределение, тогда еще было распределение, я должен был там три года отработать, я отработал даже три с половиной. А где распределили себя? На аптечный склад города Подольск. Вот я работал в одном из отделов, начальником отдела. Потом у меня даже был некий фармбизнес, свой собственные аптеки были. Ну, я и до сих пор, в общем-то, работаю. То есть, получается, я же работаю сейчас консультантом в одной из больших компаний, поэтому так, чтобы, скажем, бросить, я не бросил. Вот все равно я консультирую, и все равно, в общем, какие-то действия... Также каждые пять лет я прохожу повышение квалификации, то есть сертификат подтверждаю и прочее. Вот. Ну, уже, конечно же, сейчас это уже не так, как было. То есть, это уже, наверное, профессией не является. Ну, давай к стихам вернемся, Володь. Я тебя все-таки попрошу еще одно стихотворение прочитать. Я... Не, я даже скажу, какое. Какой ты там? Нет, нет, я хотел попросить. Ну, конечно, кресло я хотел послушать. А, кресло. Конечно, кресло, да. Кресло. Внимательно, друзья. Было такое стихотворение, да, это давненькое-давненькое. Простое кожаное кресло. Его, конечно, не любя, привыкло, что оно на месте, что постоянно ждет тебя. Оно безвестных рук твореньев не понимает ничего. Но если ты не в настроении, то можно злобно пнуть его. А если вдруг ты заскучала, то разговаривала с ним. И кресло, скрипнув, отвечало, став собеседником твоим. И пусть ты креслу доверяла свои секреты в том беда, что лишь за кресло ты считала его в душе своей всегда. И лишь тогда, когда в отместку, как будто выразив протест, однажды вдруг сломалось кресло, когда в него хотелось сесть, ты поняла свою ошибку. Над ней подумай не спеша, ведь у кресла под обшивкой порою кроется душа. Браво. Ну, вот что сказать. Просто офигенно. Отлично просто. Интересно. Вот, поэтому твои стихи мне всегда нравились. Спасибо, спасибо, очень приятно. Вот, потом, Володь, ну смотри, все-таки по поводу того, что сегодня как бы присутствует невостребованность, а вообще вот какой ты считаешь, ну, просто я это всем как бы задаю этот вопрос, но у тебя есть какая-то заглавная песня твоя, которая вот твоя заглавная или нет? Или у тебя они все такие? Ты знаешь, Миша, на самом деле, я всегда говорил, что самая лучшая песня та, которая еще не написана. Вот. Человек, автор, пишет песню, и кажется, что вот сейчас я пишу самую лучшую. То есть на тот момент, когда ты ее пишешь. Потом ты вроде бы ее, ну, выпустил, да, и думаешь, ой, нет, вот та будет самая лучшая, следующая. Нет, не будет, я, ну, просто, когда ты работаешь на концертах, ты же понимаешь, что вот эта песня там, ага, все там под нее. Ну, конечно, да, ну, допустим, есть какие-то знаковые песни, которые, может быть, больше звучали, условно, там. Ну, наверное, из моих вот есть была такая песня «Моя Россия». Вот я считаю, что она одна из очень таких наиболее популярных, поскольку она такая пафосная, с некой такой претензией на патриотизм и так далее. Сейчас это, в общем, достаточно востребовано. Поэтому одна из песен, вот я считаю, что, наверное, есть. Она так записана была с претензией на вот эту, то есть, ну, с хорошими инструментами, с хорошими бэками, собственно говоря. И, в принципе, я считаю, что это качественный продукт, который, вот именно продукт, качественный продукт, который не стыдно показать. «Моя Россия». «Моя Россия». Мы ее потом послушаем, сейчас поговорим еще. Хорошо, а, значит, с кем работаешь сегодня? Вот у тебя, кстати, музыку, вот с кем, с композиторов работаешь? Я пишу сам музыку. Все? Все, сам, ничего. А, то есть ты ни с кем не сотрудничаешь? Ни с кем не сотрудничаю, да. Это что, позиция такая или это... Ты знаешь, как-то получается, что, когда я писал стихи, у меня музыка уже появляется в процессе, когда я пишу стихи. То есть зачастую ритмический рисунок, вот этот какой-то музыкальный рисунок, он уже появляется. Мне, получается, не нужен композитор просто потому, что это уже песня. А образования у тебя музыкального нет? Нет. Я играю на гитаре, я играю на клавишах. То есть я знаю нотную грамоту, но образование музыкального нет. Ну, то есть ты себе сам? Сам учился, конечно, да, ну, жизнь научила, собственно. А с кем у тебя... Ну, слушай, ну, хорошо, к композитору у тебя саму все приходит. Дуэты у тебя есть, дуэтные песни там? С кем ты? У меня есть дуэтные песни с Анжеликой Рутой, у меня есть дуэтные песни с Талалаевой Екатериной, у меня есть дуэтные песни с Максимом Мазаркиным из «Мужиков». Ну, наверное, и все. Но «Чужие песни» ты вообще не исполняешь? Знаешь, я исполнял пару раз «Чужие песни», но это, наверное, все-таки больше... Ну, наверное, скажем как, их нет в моем репертуаре. То есть проходящая такая песня, то есть, получается, просили это дело исполнить, я исполнял, но я ее не включаю в репертуар, я ее не пою. А вот другие люди мои песни поют. Почему говорят, допустим, там... То есть автор-исполнитель – это человек, который пишет себе. Поэт-композитор – это человек, который пишет другим. Вот, собственно говоря, мои песни поют другие исполнители. Поэтому, да, поэтому я могу сказать. Да и тот же Максим Азаркин, и Настя Бадиковская – много народу. На самом деле, человек с десяток, я могу перечислить, не хочу всех говорить, да. Кого не забудешь обидеться. Кого не забудешь обидеться, да. Вот, поэтому есть, поют. Сегодня с кем ты работаешь? Ну, сегодня... Ты знаешь как, конкретно сегодня, наверное, нет. Ну, планируешь, может, какой-то дуэт записать или что-то? Может, у тебя кто-то попросил песню? Ты знаешь как, я сейчас... Ну, фактически, есть несколько песен, которые записаны фонограммой. И еще не записаны плюсы. И вот сейчас, наверное, вот это как раз в процессе того подбирания, кто же будет, кто может стать вот исполнителем, в том числе. А, у тебя есть что предложить? Есть что предложить, да. И, может быть, это будут дуэты, может быть, это будет и дуэт какие-то песни. То есть фонограммы есть, а вот как бы плюс еще не вписан. Поэтому сейчас над этим думаем, скажем так. Ну, это хорошо. Руки не опускай, Володь, потому что ты все знаешь как... Ты же понимаешь, не дождутся. Хорошо, мы подошли к песне «Моя Россия». Давайте послушаем вот эту патриотическую, с претензией, как ты сказал, на патриотическую песню. «Моя Россия», Владимир Стольный. Смотрим, слушаем. Поехали. Под небесами синими века копила силы ты. Зову тебя Россию, зову тебя своей. С крестами и иконами, и ставнями оконными, и деревнями сонными, и золотом церквей. С зимою белоснежною, озерами безбрежными, любви словами нежными, и горькою слезой. С раскаянием и мухами, со сплетнями слухами, и древними старухами, и глупостью святой. Россия дом, Россия мать, умом Россию не понять. На белом свете лишь она, невестой Божьей названа. Россия хлеб, Россия соль, Россия бед минувших бой. Россия это ты и я, Россия родина моя. Мы снова в студии, продолжаем наш разговор. Хорошо, Володь, по поводу творчества еще не все, но как бы так, я хотел тебя вот еще спросить, ты любишь готовить? Значит, вот, есть у тебя такая слабость? Есть такая слабость. Это я вычитал, извините. Любимое блюдо? Макароны. Просто макароны? Не, ну, с сушенкой. Ну, так, ну, ладно-то там, ну, какое-нибудь интересное блюдо, я не знаю. Интересное блюдо. Ну, если ты любишь, допустим, Анжелика Рут, она вообще там, по-моему, с кухни не вылезает. У нее как-то не посушишь, и она там... Ну, да, нет, на самом деле я люблю готовить, и я хорошо готовлю. То есть я люблю и умею готовить. Да, ну вот я же тебе говорю, что ты знаешь. Ты знаешь, ну, из того, что люблю и часто готовлю, допустим, я готовлю шикарный горуховый суп, например. Я очень люблю, да, ну, не знаю, там, картофельное пюре. Я люблю простые блюда, русские, простые там. Это может быть там, допустим, огурец, селедка, картошка и что-то еще. Нет, ну, я тут как бы закинул удочку, то, что какой-нибудь блюдо там... Более какое-то сложное блюдо. Ну, не то что сложное, а интересное какое-нибудь. Ну, из интересного, не знаю, там, фаршированные перцы, допустим, я часто частенько делаю. То есть в этом есть свой кайф, потому что, с одной стороны, это вроде бы просто, а с другой стороны, празднично. Так вот. Может быть. Хорошо. Как ты, вот сегодня, вот учитывая все наши настроения сегодня, как сегодня у тебя досуг проходит, расскажи. Ты знаешь, я много, в общем-то, слушаю музыки, я много читаю. Я смотрю фильмы, мне интересно, то есть что-то появляется новое. Я, кстати, фильмы много смотрю. Ну, это диван, а рыбалка там? Ты знаешь, рыбалка давно, последний раз давно, наверное, Кабынисбор. То есть это у тебя не хобби, если брать тебя за хобби? Нет, 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 ты знаешь, я на самом деле, я не охотник 100%, да, то есть это я вообще не люблю. А по поводу рыбалки, когда у меня есть один друг, который, он, кстати, тоже, тоже доктор, патологоанатом, и вот, собственно говоря, он меня вытаскивает чаще всего на рыбалку, потому что у него есть всякие снасти. То есть мне ничего не нужно с собой брать, он все берет и на меня, и на себя. И, собственно говоря, он говорит, вот, поехали, да, составишь мне компанию, вот, я там всякие, там, удочки, там, всякую вот эту хрень, все наберу с собой, у него все есть. И получается, мне кайф, потому что это он знает, какие нужны крючки, какие там будут наживки, вот, мое дело только сидеть, вынимать, потом, потом, в общем-то, уху из этого состряпать в конечном итоге. Вот, ну, это было где-то год, наверное, назад, ну, прошлым летом, прошлым летом, вот, мы один раз ездили с ним на рыбалку, это редко. Я люблю баню, но, опять же, ты знаешь, нужна хорошая компания, да, и не всегда получается, вот, я люблю море, но с ученым коронавируса море как-то у нас вот последнее время отодвигалось, да, отодвигалось, вот. А так, из досуга, из досуга, что еще? Ну, хобби как такового нет, вот прям вот хобби. Нет, такого нет. Музыка, она и есть хобби. Ну, слушай, Володь, ну, я еще все-таки попрошу прочитать, только теперь уже на твой выбор стихотворение, вот, это меня все время цепляет к тебе. Не притормаживаю бега, и сердце бьется, как часы. Сыря от дождя и снега дорожка взлетной полосы. Не стал сдавать багаж я вещи, зал ожидания, где присесть. Я улетаю в Благовещенск, там ждет меня благая весть. А может, весть, но не благая, а может, просто нет вестей. Да я и сам уже не знаю, хочу ли от жизни новостей. В портовом баре выпить пиво и бутерброд пятьсот рублей. Кто запретит нам жить красиво у самолетных-то дверей. Готовят лайнер под посадку, в нем есть уверенность и стать. Да что ты, нервы не в порядке, да просто я боюсь летать. И мысль проносится случайно, что не пробыв в гостях и дня, я по Москве уже скучаю. И знаю, ждет она меня. Вот, браво, браво. Хорошо, Володь, спасибо. По поводу стихов, кстати, в прошлом году, еще в разгар пандемии, московское издательство, которое «Вечерняя Москва», проводило большой годовой конкурс поэт года, по версии «Вечерней Москвы». Как года, что года? Поэт года, по версии «Вечерней Москвы». Это было, участвовало порядка, наверное, 90 человек поэтов различных. То есть там нужно было несколько раз, типа там по три человека, тройками, тройками, там полуфиналы, финалы и так далее. То есть вот эти, как такой, система... Вот этот весь путь, другое стихотворение, другое стихотворение. Другое стихотворение, другое стихотворение. Каждый раз ты проходишь вот этот путь, и потом выходишь в какой-то... В общем, в итоге я вышел в финал и занял второе место. Вот среди вот этих 90 человек, по версии «Вечерней Москвы». То есть я считаю, что это, в общем, некое такое... некое мое достижение поэтическое, с учетом большого числа участников, причем достойных поэтов на самом деле. Нет, ну это здорово, поздравляю. Вот, так что вот как-то вот так. Я, естественно, больше... Если бы я знал, что это будет так вот долго, муторно, и я бы второй раз уже на это не подписался, а тогда, когда меня что-то позвали, мне казалось, что это как-то так быстро все пройдет и легко. Ну, опыт определенный получил. А там победило какое-то стихотворение или весь конкурс? Там, получается, как побеждает... Там побеждает поэт. То есть ты должен пройти, ну, условно говоря, знаешь... Нет, я понял вот эти ступени. Там одна восьмая финала, там одна четвертая финала и так далее. И получается восьмушек, там, по три человека, допустим, 24. Потом там из троек выходит по одному, они собираются еще в тройке. Потом из этих троек выходит еще по одному, они собираются. И в итоге остается одна тройка, из которой выбирают поэта года. Нет, ну я имел в виду, что победило именно стихотворение или... И побеждает поэт, именно поэт. Вот я про это спрашиваю. Нет, не стихотворение. А у тебя там на конечном уже в финале какое было стихотворение? В финале было одно из стихотворений. Третий тост называлось оно. Но они длинные? Да нет. Вот край села, пригорок, хаты и скромный памятник простой, Что неизвестному солдату стоит под ржавою звездой. Никто забыть вас не посмеет, Ведь кто забыл с того и спрос За тех, чьи звездочки ржавеют, Мы поднимаем третий тост. Здесь шли бои, горело небо, И жизни прерван был полет. И пусть я с вами рядом не был, Та боль во мне всегда живет. Победный май листвы коснулся, В поля тепло с собой принес. За всех, кто с фронта не вернулся, Мы поднимаем третий тост. Всем вам, кто смерть отважно встретил, Земли окопной благодать. А жены, матери и дети Вас вечно дома будут ждать. Селов тени цветущих вишен И на окраине погост. За всех, кто писем не напишет, Мы поднимаем третий тост. Вот край села, пригорок, хаты, Скромный памятник простой, Что неизвестному солдату Стоит под ржавою звездой. Приходит в дом беда незванно, Закон войны суров, но прост. Кто с именем, кто безымянный, За всех поднимем третий тост. Спасибо, Володь, браво. Принял. Выбил ты меня прямо из колеи, хорошо. Это уже... Ладно, короче, с кем сегодня... У тебя много друзей, С кем сегодня дружишь из жанра? Ой, Мишка, ты знаешь, С многими дружу. Не хотел бы кого-то одного выделять, Потому что хорошие отношения С многими людьми. Я считаю, что... Я рад тому, что жизнь меня познакомила С действительно талантливыми людьми, Яркими. И я, думаю, с многими из них горжусь, в общем-то. Поэтому не хочется кого-то назвать одного, Потому что, ну, тогда обидишь других. Вот таких людей много. Во Владимир ездишь? Да, во Владимир ездил. Последний раз, наверное, по весне. Прошлой. Вот. Опять же, пандемия. Фестиваль же не проводили. Мы же, Владимирский централ, Вот этот фестиваль наш, Мы его тоже перенесли Из-за всего вот этого происходящего. Вот. Скорее всего, что пройдет осенью, Будущий. Ну, вот, собственно говоря... Ну, с Владимиром ты меня познакомил. И, кстати, благодаря тебе Меня туда выдергивают иногда. Вот. И уже я сейчас незавно туда ездил. Опять же, после... Это все след от того, Что когда мы с тобой туда ездили. Туда ездили. Это, да. Твоя легкая рука. То есть результат есть. Поэтому мне, да, Мне пошло на пользу с тобой Поездка этого, Владимир. Вот. И мы там до сих пор с кем-то общаемся. Ну, отлично, что он. Хорошо, Володь. Ну, здесь как бы уже мы сейчас подходим к концу. Уже у нас разговорство подошло незаметно. Но, в общем-то, пора заканчивать. Я хочу тебя попросить, значит... Во-первых, поблагодарить тебя хочу, что ты пришел, Володь. Спасибо, что пригласил. Вот. Значит, много-то из стихов... Вообще, найдите Владимира Стольна, Посмотрите его поэзию. Я вам очень рекомендую. Вам точно понравится. Здесь даже не из категории понравится. Вы просто надышитесь хорошей поэзии. И, Володь, вот, значит, нашим зрителям пару слов на камеру. И будем прощаться. Ребят, я всем желаю добра, удачи. Я желаю вам здоровья и вашим близким. Берегите друг друга. Все? Больше все хорошо. Все. Мы были на передаче «Честная песня». Я ее ведущий Михаил Грубов. До новых встреч. Пока. Пока. Увидимся.